Вечер на Думской 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 Надо разделить эту программу, она состоит из двух частей. Первое, это, собственно, понимание, какие лекарства нужны, то есть выписывание рецепта. А вот второе, это уже обеспечение людей, согласно этой программе, медикаментами. Они есть? Медикаменты все есть. Давайте я расскажу поэтам пошагово. Все-таки мы смотрим сюжет. Давайте мы посмотрим то, что мы подготовили, и, исходя из этого, уже будем более детально говорить. И укажите, каким числом был этот сюжет записан. Мы потом обязательно все прокомментируем. Мы вернемся к нему. Смотрим сюжет. Правительственная программа «Доступные лекарства» в Одессе так и не стартовала. Департамент здравоохранения заверил, что проект в нашем городе уже работает. Но, как оказалось, льготных медпрепаратов в аптеках нет. 17 марта Кабмин утвердил новую программу помощи больным бронхиальной астмой, сахарным диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 1 апреля проект стартовал по всей стране, в том числе в Одессе. В программу торжественно презентовали представители городского департамента здравоохранения. В Одессе стартовал проект, правительственная программа «Доступные лекарственные препараты» для всех практических слоев населения. Департаментом здравоохранения проведены практически все подготовительные мероприятия для реализации этого проекта. По словам чиновников, программа работает на базе центров первичной медико-санитарной помощи. Здесь каждый пациент может получить рецепт от семейного врача, согласно которому ему выдают нужный препарат. Потраченные средства компенсируют в зависимости от производителя и цены. Лекарства можно получить в 26 аптеках города. Департамент здравоохранения свою задачу выполнил, подписал договора, тоже выделил средства на каждое, продумав и выделил средства на каждое лечебное учреждение. И заключены договора с аптеками, то Одесситу, которого есть поставлен диагноз с таким заболеванием, сделать три вещи. Прийти к своему врачу, получить на руки рецепт, обратиться в аптеку, и в аптеке ему соответствующий препарат, который участвует в программе, выдадут, и он будет его постоянно получать. Кроме того, в медицинском центре и аптеках должны быть расположены специальные листы, в которых люди могут узнать всю интересующую их информацию. Мы решили проверить, работает ли программа на самом деле. Первую аптеку из заявленного списка мы посетили на Нежинской, 54. Оказалось, что лекарства, обещанные Горздравом, в аптеке людям не выдают, не говоря уже об информационных листах, которые здесь вообще отсутствуют. А в аптеке коммунального предприятия «Одессфарм», расположенной в шестой поликлинике, на улице Торговая, о такой программе даже не слышали. Хотим спросить по поводу программы «Доступнилики». Я ничего не знаю, но там еще пока что. То есть пока еще рецепты не выписывают на вот эти вот льготные категории лекарств и веществ? Да, они выписывают, но еще нет. Нету чего? Программы еще нет. Вы пока не знаете, когда оно заработает? Рецепты еще к вам, по рецептам этим люди еще не приходят? Нет, нет. А у вас уже есть эти вещества, там 21 вещество, я так понимаю, на 150? Нет, нет. Еще нет? Ничего нет у нас. У нас нет еще ни информации, нам никто ничего еще не объяснял, не говорил. В самой поликлинике нам ответили, что уже заключили договора с аптеками и выписали более 200 рецептов по новой программе. Однако выдать населению льготные препараты пока не могут. Мы только что были на первом этаже в Одессе Фарм. Нам сказали, что еще по рецептам этим не выдавали никаких медикаментов. И вообще они пока еще не знают, когда это все будет происходить. Ну, я вам хочу сказать, что это все технически, не так просто, как нам бы хотелось. Рецепты мы выписываем, но здесь связано с тем, что создается, вот, например, в сети аптек Одесса Фарм создается программа, позволяющая людям получить вот эти рецепты по программе «Доступные леки» в любой аптеке, которая расположена в городе Одессе, по крайней мере. Вот и нужна программа, чтобы это все согласовать. Оказывается, несмотря на заверения чиновников, система здравоохранения в городе пока не готова к внедрению новой правительственной программы. После нашего визита в городские аптеки с редакцией «Думской ТВ» связался директор коммунального предприятия «Одесс Фарм» Ливон Никогосян. По его словам, программа в Одессе все же заработает, однако не сейчас, а только после пасхальных праздников. По поводу аптеки на торговой. Договор только был заключен. Сейчас закупают медикаменты все. И если человек приходит, ну, выписан есть рецепт, то записывается номер телефона, если в данный момент нет этого медикамента. И перезванивается, потому что мы надеемся завтра, там, после праздников, уже будут в полном объеме 157 препаратов. По заверениям Никогосяна, в городских поликлиниках уже выписано более 3000 рецептов, и все они дойдут до адресата. Затем, как выполняется программа, будут следить Роман Семенов, Дмитрий Бондаренко и вся Думская ТВ. Ливон, ну вот к вам вопрос. У вас есть ремарки. Вы, собственно, являетесь директором Одессфарма и, возможно, преследуете какие-то личные интересы. Например, объясниться, скажем так, перед одесситами, почему в вашей аптеке, в которой вы директор, собственно, нельзя по этой программе взять лекарства. Давайте так, начнем разговор с того, что объясним одесситам прежде всего, какие шаги они должны сделать для того, чтобы получить медикаменты эти, доступные лекарственные препараты. Первый шаг, во-первых, программа работает при трех заболеваниях. Это лики от сердечно-сосудистых заболеваний при саппинном диабете второго типа и при бронхиальной астме. То есть нужно для начала заболеть, первый шаг? Это не нужно заболеть. Эта же программа действует не для того, чтобы заболеть, а наоборот, чтобы заниматься профилактикой. Это первый шаг, нужно встать на учет каким-то образом? Первый этап. Это те люди, которые уже болеют или у них выявлено это заболевание, они обращаются к своему лечащему врачу в своей поликлинике. Они обратились к своему врачу, врач выписывает им рецепт. Форма рецепта F1. На рецепте написано у рядовая программа «Доступный лекарь». Человек обращается, или врач ему рекомендует ту аптеку, с которой заключен договор данной поликлиники, или в любую аптеку, где он видит вот такую вот наклейку. Вот сюда покажите. Вот. «Доступный лекарь». Аптека на сегодняшний день, их 26, если будет потребность, Департамент здравоохранения Одесского городского совета заключит договора дополнительные с еще большим количеством аптек. А сколько вообще в Одессе аптек? Насколько вам известно? Мне неизвестно, какое количество аптек. Интересно было бы знать все-таки своих конкурентов. Я не могу сказать, какое количество аптек. Значит, 96 аптек на текущий момент есть? Вот. Если человек, пациент, увидел аптеку с такой вот наклейкой, а они расположены во всех районах города, он заходит в эту аптеку. В аптеке должно быть, кроме наклейки, вот этой на дверях аптеки, еще вот такой вот плакат. Ну, плакатик такой, да. Не плакатик, а плакат, в котором расписаны все шаги пациента. И какие лекарственные препараты можно обратиться на сайт, можно на урядовую программу, номер телефона 1545, где на все вопросы ему ответят. Можно на телефон коммунального предприятия Одессфарм обратиться, ему расскажут, какие лекарственные препараты участвуют в этой программе. Участвуют всего 157 лекарственных препаратов и 21 действующее вещество. Я хочу всем объяснить, в чем отличие. Потому что в Одессе по программе здоровья действовала единственный город в Украине, в котором действовала программа реимбурсации. Поэтому Одесситы с такой программой уже знакомы реимбурсации. В чем заключается реимбурсация? Что вам город возмещает. То есть 50% оплачивает пациент, 50% оплачивал пациент. Лилион, значит, фактически происходит так. Человек с рецептом формы F1, он приходит в аптеку и видит или плакат, или, например, наклейку. Одно из двух, например. Или подходит нет ничего, но спрашивают, могу ли я здесь получить пациент. Да, если ему фармацевт отвечает, мы участвуем в этой программе. Значит, человек фактически потеряет, ну не потеряет, человек приобретет этот препарат за половину стоимости. Нет, это раньше было по программе здоровья. По этой программе человек приходит в аптеку, там написано действующее вещество. Поэтому действующего вещества могут быть различные препараты. И фармацевт начинает от препарата, там есть препараты, которые вообще бесплатно выдаются. И есть препараты, которые там 50 копеек надо доплатить, 1 гривну, 5 гривен. Начиная от самой низкой стоимости препарата, рассказывает, какие есть препараты. Если пациенту устраивает препарат, который бесплатно, пожалуйста, бесплатно. За который он хочет доплатить, пожалуйста, доплатить. За эту стоимость доплатить его устраивает. Это по логике самые дешевые, правильно? Это не самые дешевые, просто вот пациент принимал все время вот этот вот препарат. Это не значит самый дешевый. Интересная тема, что действующее вещество в препарате очень часто… Ухомицин, да? Да-да-да. Обычно оно, действующее вещество, он везде одинаково, просто в некоторых брендированных, известных препаратах, раскрученных за счет других добавок. Я вам скажу, там 157 препаратов, большинство, это 50% нашего производства украинского. Ну, по большому счету, это неплохо. И я хочу сразу сказать, если вы видите украинского производства, это не значит плохое. Я был уже на всех заводах в Украине ознакомлен с качеством производства. На сегодняшний день наши производители ничем не уступают европейским. А в некоторых случаях… В некоторых случаях и даже превосходят европейские. Я хочу про это говорить. Во-первых, лекарства, которые производят у нас, все-таки рассчитаны на наших людей. Конечно. Какая сумма заложена в городском бюджете? Я вам хочу сказать сразу, в городском бюджете, это бюджет Министерства здравоохранения. Все понятно. Сколько Одесса Фарм получил на этот день? Это не Одесса Фарм. Город Одесса получил на сегодняшний день порядка 13 миллионов. Кто распоряжается этими деньгами? На уровне Одесской области? На уровне Одесской области областной департамент здравоохранения. Сколько им выделили денег? На город, это же не только Одесса Фарм выделили. Мы заключили договора с определенными аптеками, с определенными медицинскими учреждениями, где мы находимся. Ведь 26 аптек, это не обязательно Одесса Фарм. Где-то Одесса Фарм, где-то частная аптека. Ливон, еще раз, когда заработает программа? Программа уже работает. Уже работает. Уже работает. Буквально с сегодняшнего дня, правильно я вас понимаю? Она работает с прошлой недели полностью уже. Вот в ту аптеку, где вы указали на торговой, просто договор был заключен чуть позже. И программное обеспечение туда поступило чуть позже. Но сегодня во всех аптеках, где заключены договора с коммунальным предприятием Одесса Фарм, могут любой человек с рецептом прийти, его обслужат. Если в данный момент нету какого-то лекарственного препарата, Одесситы не должны паниковать. Их номер телефона они оставляют в аптечном учреждении. И с ними созваниваются, заказывается лекарственный препарат. И все, и нет никаких проблем. На сегодняшний день... Если только не будет или уже нет проблем, мы выясним, обещаем. Пожалуйста, приходите, мы будем только рады. Скажите мне, как человек, который ориентируется, почему в Украине, в частности в Одессе, лекарства стоят в три раза дороже, чем в соседних странах? Вот моя надежда все-таки... Нет, почему сейчас? Вот мы имеем то, что имеем. На сегодняшний день по урядовой программе эти лекарственные препараты созданы так называемые меридианы. Меридианы заключаются в том, это срез пяти стран, которые граничат с нами. Такие, как Польша, Угорщина и еще несколько стран, которые граничат с нами. А Россия в России значит дешевле лекарств. И эти лекарственные препараты, которые участвуют в этой программе, допустим, при гипертонической болезни, при сахарном диабете, они не выше, чем в любой европейской стране. И вы можете сравнить любой лекарственный препарат. Хорошо. Если мы говорим про лекарства, которые участвуют в этой программе «Доступные лекарства», то понятно, здесь вы ориентируетесь. А вообще, почему у нас лекарства дороже? Я вам не могу сказать. Те лекарственные препараты, которые производятся у нас в стране, они гораздо дешевле, чем в любой европейской стране. Почему каждый второй украинец или отказывается от лечения вовсе, или прибегая к каким-то народным средствам или интернету, и куда исчезают лекарства, которые должны выдаваться бесплатно? Я имею в виду программы, там, СПИД, туберкулез. Я могу ответить за свое коммунальное предприятие. Все лекарственные препараты, которые должны выдаваться бесплатно, они выдаются бесплатно. Мы по сахарному диабету, наше коммунальное предприятие, не работает, поэтому я не могу сказать. А почему, кстати, коммунальное предприятие не заботится об гражданах Одесса? Оно заботится, но есть те программы, которые выдаются через Министерство здравоохранения, и в нем не участвует коммунальное предприятие, а они поступают по программе Министерства здравоохранения и раздаются совершенно безоплатно. А по ней международным программам? Совершенно безоплатно раздаются в лечебные учреждения, и уже лечебные учреждения раздают больным, которые состоят на учете. Международные программы, которые, собственно, занимаются обеспечением лекарств от СПИДа, туберкулеза и прочего. Именно по этим международным программам попадают лекарства в аптеки. Мне неизвестен, если у вас есть такой факт, то расскажите о нем. Мне неизвестен ни один факт, когда лекарственные препараты, которые поступают по каким-то программам, они поступили в аптеки. Во-первых, я могу сказать ответственно, что никакая аптека на сегодня, вот наше коммунальное предприятие, все аптеки, вот вы были сейчас, ну, ваша камера была в аптеке на торговой, видите, она компьютеризирована. И не может товар попасть, который где-то попал, как вы говорите, по программе какой-то попасть к нам. То есть вы не знаете, что такое международные программы? Вы вообще первый раз об этом слышали? Я знаю, что такое, но по этим всем программам эти медикаменты, которые попадают в регион, они выдаются совершенно безоплатно. Каким образом они выдаются? Какой механизм выдачи? Через вашу сеть аптек, Одесса Фарм или частные аптеки? Каким образом эти программы реализуются? Кто раздает? Я думаю, эти все программы раздаются в тех лечебных учреждениях, которые пациенты состоят на учете. То есть таким образом вы не контролируете эти потоки? Я вам хочу сказать, мы не должны контролировать эти потоки лекарственных препаратов. Для этого есть департамент здравоохранения Одесского городского совета, который контролирует. Ну да, мы еще не поговорили о тендерах. К сожалению, нет времени. Говорим вам спасибо. Огромное спасибо. Надеемся на скорую встречу. Тем более, что мы оставляем за свое право пройтись по аптекам. Я бы с вашим пользой случаем хотел бы еще раз, чтобы одесситы увидели и эту наклейку, и увидели такой вот плакат. И я приглашаю всех одесситов, которые страдают заболеванием гипертонической болезни или сахарным диабетом второго типа, или бронхиальной астмой, обратиться к своему лечащему врачу, ваш лечащий врач, выписавший лицеп, приходите в аптеки или коммунального предприятия Одесса Фарм, или те аптеки, которые участвуют, где вы увидите наклейку, и получите совершенно безоплатные или с доплатой лекарственные препараты. Спасибо вам, Ливон Никогосян, депутат Одесского городского совета, профессор, доктор медицинских наук. Говорили, как в Одессе, ну вот Ливон утверждает, что все-таки заработала программа «Доступные лекарства». Мы проверим. Поэтому все, кому нужно, пожалуйста, обращайтесь в аптеку с соответствующей маркировкой. Буквально две минуты, новый гость. Дождитесь. Спасибо.